Продолжение следует... Итак, серия диалоги с родителями. Предполагаю, что в основном моя сегодняшняя аудитория – это учителя, воспитатели, психологи, может быть, заместители директоров по воспитательной работе. Поэтому, по возможности, если есть родители, отметьте себя плюсиками, чтобы я тоже вас не теряла как свою целевую аудиторию. Но, тем не менее, я, понимая, что в основном сотрудники школы, учителя смотрят наши вебинары, предлагаю вести в таком ключе разговор. Что мы можем сказать родителям? Большое спасибо, Анна вижу, Марина, Лариса. Большое спасибо, я очень рада. Значит, я буду сейчас разговаривать на языке, который понятен родителям. Я сама мама, и поэтому могу переключаться с предметного на, так скажем, общечеловеческое. Итак, серия диалоги с родителями. Назвала я свой вебинар. Возможно, вам понравилось название, и вы, может быть, не понимаете, о чём будем мы говорить. Скажу. Ещё раз прочло века. Я специально так написала это слово. Мне нравится одна из версий его происхождения. А говорить мы будем о сегодняшней школе, об актуальных вопросах образования. И вот, пожалуйста, одна из версий, пожалуйста, вам, это происхождение слова «человек». Чело, посмотрите, пожалуйста, вверх, возвышенность, в дальнейшем это высшая степень какого-либо качества. И вверх, сила, проявление силы. Вот такая версия. Она не самая популярная, но я ведущая вебинара, я имею право выбрать ту версию, которая мне нравится больше всего. Итак, «человека». Мы ещё знаем слово «чело» как «лоб». То есть возвышенность в любом случае. Вот о таком человеке мы и поговорим. Это и мы с вами, и наши замечательные дети. Образование. Образование. Создание образа. Процесс образования включены и обучение, и развитие, и воспитание, и просвещение, жизнеобеспечение. И, конечно же, семья и школа должны быть рука об руку. Не справится учитель с задачами, если его не понимают, а то и не принимают родители. Не справятся родители со многими вопросами обучения, если они не понимают, зачем это нужно, как нужно, и что с точки зрения нынешнего времени актуально в образовании. Поэтому предлагаю не перетягивать на себя обязанности. То есть семья не заменит школу, школа не заменит семью. Хотя семейное образование может быть успешным. Такие случаи есть и в истории, и в жизни сегодняшней. И поэтому это тоже как вариант. Но всё-таки мы пока говорим о двух, так скажем, домах, которые в жизни ребёнка являются главными. Поэтому только согласие этих двух домов, ну, если хотите, Монтеки и Капулити, должны жить дружно, должны понимать друг друга. А это уже вопрос просвещения. Разумеется, обучение, развитие, воспитание, просвещение, жизнеобеспечение – это разная степень ответственности каждого из домов. Пока мы на удалёнке, вы можете найти много полезного и интересного на сайте издательства просвещения. Я сейчас, разумеется, говорю о бесплатных ресурсах. Посмотрите, пожалуйста, целая рубрика «Пока мы дома». И вот что? Такие кармашки, которые включены. Есть очень много онлайн-уроков. В данном случае на слайде я вам показываю онлайн-уроки, которые провёл наш замечательный автор Нарушевич Андрей Георгиевич. Один из авторов учебника русского языка, русского родного языка. И автор пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому от автора услышать такие темы, конечно, интересно. Онлайн-уроков много. Задавайте предмет математика, химия, биология, русский, литература, и вы увидите. Вот онлайн-урок выделен отдельно. Причём конкретно написано, какой класс, вот как здесь представлен фрагмент. Это всё в записи хранится на нашем сайте. Можно так. Таким образом, вот, работа с детьми. Есть такой ресурс, называется «Моя школа в онлайн». Лучше набирать цифру СКУ. Обратите внимание, ссылка, которая есть на слайде. И сейчас там материалы по всем предметам. За четвёртую четверть прошлого учебного года, но потому что ещё новый учебный год не начался. Поэтому этот ресурс будет наполняться и далее. И поэтому, вот, соответственно, выбрать предмет. Выбирайте класс, выбирайте учебник, потому что многие предметы выполнены по разным учебникам. Во всяком случае, как вариант повторения того, что, может быть, было упущено в четвёртой четверти прошедшего учебного года. Он у нас был такой трудный. Это был год испытаний. Ну что ж, мы с ними справляемся, правда? Во всяком случае, мы сейчас выходим, мы по-настоящему выходим в плавание по цифровому пространству. Разговоров достаточно. Теперь мы в действии. Я всегда стараюсь, во всяком случае, раз в день или раз в два дня всегда читать родительские чаофорумы, ресурсы, где есть высказывания родителей. И это помогает мне понимать, что происходит в семьях. Я читаю и высказывания, письменные высказывания учеников, которые готовятся к ОГЭ, ЕГЭ. Там много тревоги, там, может быть, много ёрничества. Но за этим всем чувствуется большое волнение и большая ответственность. Очень волнует родителей то, что происходит с детьми. И вот хорошо бы, конечно, уважаемые учителя, уважаемые родители вот иногда вот эти вещи и обговаривать обязательно. Не доводить до степени уже выяснения каких-то отношений. Ну вот, например, моя такая подборка. Что думают родители о выполнении проектов? Как правило, проекты выполняются, ну не как правило, часто. Сейчас реже, но всё-таки часто. Родители выполняют не вместе с детьми, а вместо детей проекты. Детям, конечно, это нравится. А с другой стороны, собственно, и претензии, вернее, так скажем, отметку приходится разделить вместе со своими детьми. А есть ещё инструкции. Поэтому, конечно же, разумеется, должны быть специальные книги, которые помогут ребёнку, которые помогут родителям, которые помогут учителю. Разумеется, учителя нельзя заменить. Это моё твёрдое убеждение. Но учитель может экономить свои силы, не повторяя одно и то же по нескольку раз. Для этого сейчас мы можем какие-то вещи сделать в цифре. Ну, например, я сейчас, разумеется, объясняя что-то, записываю себя на диктофон. Или звуковые письма посылаю, которые я могу переслать уже. Ну, например, если ко мне обратились мои знакомые, вернее, их дети или их внуки, нужно что-то объяснить, я посылаю звуковое письмо, которое я потом могу переслать ещё кому-то. Ну, правописание о её послешипящих. Чтобы не объяснять несколько раз, я делаю такую запись. Как вариант. У Валентина Дмитриевича Берестова, которого мамы знают, потому что они чаще читают книги детям, как детского поэта, есть стихотворение замечательное. Хотя на самом деле это замечательный переводчик, это пушкинист, исследователь. Поэтому и детские его стихи такие мудрые, которые называются «Учитель в портфеле». Так вот, учителем в портфеле он называет учебник. Обо всех учебниках я рассказать сегодня не смогу. И, разумеется, нужно говорить о тех учебниках, по которым учатся именно ваши дети. И именно вы, дорогие учителя, работаете. Вы знаете, издательство «Просвещение» богато учебниками, и вы выбираете ту линейку, которая вам по душе. Но кроме этих книг, учителями в портфеле становятся ещё и другие книги. Я, разумеется, не ставлю своей целью рассказать о каждой книге. Я просто вам показываю, как их много. Обратите внимание на серию «Внеурочная деятельность». Вот теперь «Внеурочная деятельность» становится тоже очень важной, потому что вне урока, вне пространства урока, это в том числе и пространство онлайн. Очень много всего. Обратите внимание, у вас будет возможность поработать с презентацией. Посмотрите, что есть. Практически всё. Мы поговорили о проекте. Обратите внимание на две книги. Одна из серии «Внеурочная деятельность» называется «Проектная мастерская». Обозначены классы 5, 6, 7, 8, 9, активное такое время проектов. Поэтому книга универсальна. Она не прикреплена к какой-то отдельной предметной области. Поэтому общие положения проекта, отличие его от исследовательской деятельности, исследование как метод в проектной деятельности, пожалуйста, есть такая книга. И разобраться с ней легко и ученику, и родителям, если они с удовольствием выполняют совместный проект. Такое тоже есть. И есть в серии «Профильная школа» индивидуальный проект. Обычно старшеклассники выполняют индивидуальный проект, потому что это уже практический экзамен, это зачёт, это серьёзная проверочная работа. И иногда в рамках предметной деятельности. Ну, например, новый у нас предмет, русский родной язык, основная деятельность здесь как раз проектная. Поэтому вот общие положения, пожалуйста, рассмотрите как вариант для внеурочки. Ну и с остальными я выставила обложки, они говорящие. Предлагаю вам познакомиться самостоятельно. Разумеется, это не всё, поэтому серия «Учитель в портфеле» продолжается. Обратите внимание на название. Здесь всё и по вашему профилю, и по интересам. Вопросы экологии, вопросы физики, химии. Обратите внимание, медицинские классы, латинский язык, очень много разных книг. Хочу обратить ваше внимание и внимание родителей на книгу, которая появилась у нас уже год, как она есть, и будет продолжение. Называется «Развиваем устную речь». Для пятого класса. Вся книга, вся рабочая тетрадь, это курс с аудиоприложением, направлено на развитие устной речи. Дети хотят быть блогерами, хотят говорить, не всегда у них это получается. Возьмите, пожалуйста, советы специалиста. С этой книгой можно работать, вполне можно работать самостоятельно. Зоя Ивановна провела у нас вебинар, поэтому если вы в окне вебинара на сайте издательства «Просвещение», наберёте её фамилию Зоя Ивановна Курцева, вы увидите этот вебинар, вы можете послушать автора, можете послушать те речевые упражнения, которые она предлагает. Думаю, что это будет актуально. Книга написана так, что и ученику четвёртого класса вполне можно предлагать оттуда задание, игру. Я знаю, что сейчас многие родители серьёз озабочены тем, как говорят их дети. Поэтому возьмите себе на заметку. Здесь сразу QR-код, можно выйти. Актуальные вопросы функциональной грамотности. Уважаемые родители, уважаемые учителя, мы уже включены в эту историю, потому что у нас есть одна задача в рамках национального проекта войти в десятку ведущих стран по качеству образования. И речь идёт не только о предметной грамотности. В рамках предметной грамотности российские ученики достаточно успешны. А вот в рамках функциональной грамотности пока у нас не всё хорошо. Во всяком случае, до десятки нам пока ещё далеко. Вы можете познакомиться с открытыми результатами международных исследований формата PISA латинскими буквами P-I-S-E-A. Вот так пишется, произносится PISA. Посмотрите, пожалуйста, эти результаты. Во всяком случае, вы просто можете назвать развитие функциональной грамотности. Последние результаты 2018 года как раз был мониторинг читательской грамотности, естественно, научной и математической. Результаты есть. Посмотрите, пожалуйста, достаточно серьёзная задача войти в десятку. И вот, чтобы решить эту задачу, конечно, наши редакции, редакции издательства просвещения, их очень много, озаботились этим и сделали специальные тренажёры по развитию функциональной грамотности. Обратите внимание. Причём я, методист по русскому языку и литературе, знакома со всеми текстами в этих тренажёрах, потому что, понимаете, в рамках функциональной грамотности это работа с текстом. И нас объединяет всех как раз вопрос решения формирования читательской грамотности. Если правильно прочитано условия задачи, если правильно прочитана статья в учебнике физики, химии, то и выполнение будет успешной практической работы. Это точно, совершенно. Сейчас математические задачи отличаются от тех, которые мы привыкли видеть. Во всяком случае, вот на страницах тренажёров функциональная грамотность. Серия задачники. Поработайте с этими самостоятельно, потому что сейчас я просто покажу, что есть. А это, конечно, тоже не всё. Поэтому вы уже сами из этого перечня выберите то, что лично вам нужно. Посмотрите, есть универсальный сборник задачи на функциональную грамотность. Предлагаю вам просто в них заглянуть и оценить, каковы здесь задачи. Помним известную песенку «Папа у Васи силён в математике». Папа учился за Васю весь год. Вот, пожалуйста, есть возможность седьмого класса серьёзно заниматься математикой, геометрией, алгеброй и началом математического анализа. Я сейчас периодически буду переключаться на вопросы, чтобы поймать какие-то вопросы, на которые нужно ответить здесь и сейчас. Вот спрашивают о других вебинарах. Записи всех вебинаров есть на сайте издательства «Просвещение». Вам просто нужно набрать или предметную область, вы попадаете на архив, или вы набираете конкретно фамилию, имя, может, просто фамилию ведущего, который вас интересует. И вы видите все вебинары и работаете с ними уже самостоятельно. Ну что ж, от математики идём дальше. И вот наша новинка, которая уже пришла в школы, с которой уже работают, это сборник эталонных заданий как раз «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Все карманы этого понятия, все аспекты, все стороны». Обратите внимание, функциональная грамотность – это направление. Читательская грамотность. Обратите внимание, выпуск 1, потому что будет и выпуск 2. Из двух частей она состоит. Математическая грамотность. Вторая составляющая функциональной грамотности. Выпуск из двух частей. Сборник эталонных заданий. Креативное мышление. Глобальные компетенции. Естественно, научная грамотность. И финансовая грамотность. Вот все составляющие функциональной грамотности. Предлагаю вам несколько заданий, чтобы не получилось так, что я только делаю обзор по книгам. Во всяком случае, это, наверное, будет интересно и учителям, и родителям. Итак, вот опыт читательской грамотности. Все задания я взяла из наших сборников. Посмотрите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, задание. Рассмотрите диаграмму. Да, в жизни мы не любим читать большие тексты. Но взрослые подтвердят тот факт, что часто мы имеем дело с информацией, которая заключена в таблице, в диаграмме. Это могут быть карты, это могут быть схемы, это могут быть чертежи. Это тоже информация, это может быть инфографика. Так вот, пожалуйста, мы работаем с читательской грамотностью. Рассмотрите диаграмму со списком городов. Основываясь на данных диаграммы, запишите примеры двух городов, в которых больше процентов жителей имеют возможности для раздельного сбора мусора, чем в Первый Уральске. Ну, казалось бы, что проще. Находим Первый Уральск и смотрим. Другое дело, что ребята иногда не готовы к тому, что в рамках функциональной грамотности, а именно читательской грамотности, ответов может быть несколько. И в инструкции написано «примеры двух городов». Значит ли это, что указанный один город будет точным ответом? Да, но не полным. Количество баллов будет меньше. Если указаны три города, во всяком случае, это точно для проверяющего сигнал, что выполняющий задание не поработал с инструкцией. Вот если не более или не менее двух, то нужно еще и правильно читать инструкцию. И этого достаточно. Посмотрите, сколько будет вариантов ответа. То есть достаточно найти название двух городов, которые находятся выше Первого Уральска, и вы дадите правильный ответ. Задача имеет расширение. Да, действительно. Получается, что жители Мытища счастливы от того, что у них достаточно много таких специальных пунктов раздельного сбора мусора. РСМ – раздельный сбор мусора. А задача имеет продолжение. Как вы думаете, изменился бы порядок городов в списке, если бы список составлялся с учетом процента жителей, которые активно сортируют мусор и активно пользуются пунктами раздельного сбора мусора? А вот это вопрос. Все ли жители Альметьевска или Мытища действительно активно сортируют мусор? И значит ли это, что в Ижевске меньше жителей занимаются раздельным сбором мусора? Конечно, нет. Вы знаете, что есть энтузиасты, которые готовы поехать на другой конец города. Вот такая задача. Теперь из сборника эталонных заданий «Креативное мышление». Вот такое задание. Необходимо предложить три различных изменения, при помощи которых можно совершенствовать школьную парту. Причем, обратите внимание, должно быть сохранено ее основное назначение. Это рабочее место ученика. Поэтому человек, обладающий фантазией, может нафантазировать и превратить школьную парту в кинотеатр, в спа-салон, в качели-карусели, в какой-то игровой автомат. Но если не будет сохранена функция рабочего места, задание будет выполнено неверно. Предлагается записать три своих усовершенствования и продолжение задания. Среди своих усовершенствований, выполняющий задание, должен выбрать самое полезное, интересное, оригинальное. Одно. То есть понятно. И если эти три варианта его не устраивают, во всяком случае он критически посмотрел на свою работу, он может предложить четвертый вариант, дополнительный вариант. Вот это как раз опыт креативного мышления. Вообще, конечно, слово «креативность» достаточно сложное, потому что в разных словарях и в словарях профессиональных терминов оно объясняется не одинаково. Но так как это стало частью развития функциональной грамотности, во всяком случае в этой книге вы найдете определение, что подразумевается под формулировкой «креативное мышление». Чем еще интересны сборники? Понимаете, с ними можно работать и без учителя, потому что ребята, которые занимаются по этому сборнику, а это активные пятиклассники, шестиклассники, семиклассники, потому что в 14-15 лет им предстоит уже пройти это испытание. Наверняка вы слышали об этом. И такой мониторинг тоже будет уже. Это еще одна модель проверки качества образования. Так вот, не только учиться решать, это не только сборник задач. Здесь можно научиться и оценивать. То есть есть банк критериев и в некоторых сборниках, например, математическая грамотность, ученики попробуют сами составлять задачи. Вот это уже высший пилотаж, если ученики умеют составлять задачи. Теперь, как это все применяется? Мы сейчас вот в цифровом пространстве, поэтому я тоже такой, знаете, начинающий человек, который завел аккаунт. И есть у меня аккаунт свой, в котором я выкладываю и свое такое креативно-предметное творчество, и творчество своих учеников или студентов, которые уже остались учениками, и вот нынешних учеников. Во всяком случае, если вам интересно, будете, можете заглянуть, есть вот такое видео, учит различать, там есть текст пояснительный, как отличить форму именительного падежа от формы винительного падежа, потому что в существительных, например, второго склонения очень сложно это. И от этого возникают ошибки. Как видите, да, это фрагмент видео, видел дом, дом мы видим, хочется подчеркнуть его как подлежащую двойная ошибка, неправильно определили падеж, неправильно определили синтаксическую роль. Вот, поставлена двоечка, потому что это неправильно, и дальше рассказывается под веселую песенку, как не путать. Вот новинка, которая пока еще не выставлена, это творение одной замечательной выпускницы шестого класса, в этом году семиклассницы уже, ну получается, лет уже семиклассница, которая таким образом оформила наше занятие, мы с ней рассматривали прописание приставок на ЗС, и вот после занятия Марина вот такую сделала креативную работу, она подвижная, то есть она как мультика, и там есть диалог, вот, и даже вот, знаете ли, меня включила в эту работу, сказала, что вот по имени и отчеству не принято называть, вот такая история. И мы объясняем, как не ошибиться в написании приставок на ЗС. И есть такие вот интересные вещи, которые помогают закреплять и предметные знания. Ну, например, я очень хорошо помню, когда я была студенткой первого курса, преподаватель нам сказала, что вот при части самая несчастная часть речи, если мы рассматриваем ее и как особую форму глагола, это тоже взгляд некоторых лингвистов, а как самостоятельную часть речи. Почему, спросили мы, она сказала, потому что у него нет будущего. И действительно, так легко запомнить. При части только форма настоящего и будущего, и настоящего и прошедшего времени, а будущего нет. Вот поэтому самое несчастное. Ну и вот предложение с любовью и завистью к наречию, тоже есть определенный текст. Теперь перейдем к опыту глобальных компетенций. Это тоже, вот посмотрите, на слайде есть рассуждение о том, что считается глобальными компетенциями. И, собственно, вот задача и сборника эталонных заданий. Задачу я специально поместила на слайде, чтобы не только мелькали обложки, чтобы вы понимали, что это действительно вещи, которые нужны в жизни. Мы взрослые уже сдаем другие экзамены жизненные, и у нас каждый день зачеты, экзамены, УДы и неуды иногда, и если мы получаем пятерки в жизни, то очень счастливы. И иногда понимаем, что вот какие-то пятерки – это только наша работа по саморазвитию, по самообразованию. Потому что уж точно, инструкции нам никто не помогает читать. Мы сами находим нужную информацию, работаем со служебными документами. И вот хорошо бы, чтобы уже после школы наши замечательные дети выходили с таким вот багажом уже, правильных знаний жизненных. И тогда этот багаж точно не станет мёртвым грузом знаний, о котором мы все знаем. Потому что, как бы мы ни учились в школе, не все предметные знания потом нужны в жизни. Понимаете, вот пятёрка по математике не даёт ни оснований помочь решить задачу по алгебре кому-то из детей своих знакомых. Я не могу. Хотя школьные предметные знания были мной освоены успешно. Математика покинула меня, как только я перестала ей всерьёз заниматься. Итак, следующее. Обратите внимание, текст есть. Я предлагаю вам прочитать самостоятельно, чтобы не дублировать своим прочтением то, что уже написано на слайде. И само задание. Обратите внимание, вопросы здоровья Наташи. Здесь и психология, и общение, и вот наблюдение Полины за Наташей, за новенькой девочкой. И вот мне, обратите внимание, объясните, почему предположение Полины о здоровье Наташи может быть неверным. Запишите свой ответ. Действительно, достаточно сейчас, не побоюсь этого слова, провальным является вот такой пункт. Это взаимодействие учеников, решение задач во взаимодействии. Как правило, ученики сильные, как называют их учителя, они берут решение задачи на себя и не дают возможности порешать другим. Если собирать группы, только группу лидеров, учителя, которые проводили такой эксперимент, наверное, меня поддержат. Иногда группа, состоящая только из лидеров мнения и успешных учеников, или не успевает в положенное, в отведенное время выполнить задание, или только-только успевает, потому что они решают вопрос лидерства и не решают уже саму, собственно, задачу, не умеют договариваться. Поэтому вот общаться сейчас очень важно. К вопросу математической грамотности. Хочу обратить ваше внимание. Уважаемые родители, посмотрите на задачи, на развитие математической грамотности. Я имею в виду условия. Вы смотрите. Взвешивание фруктов. Лена покупала грейпфруты и лимоны. Ни одной цифры, ни одного числа, вернее. Грамотнее говорить числа. Она выбрала грейпфрут и положила его на весы. Какова масса грейпфрута? Обратите внимание, в условии задачи ни одного числа. И ученики теряются. Они не понимают, а рядом рисунок. Что нужно сделать? Нужно просчитать цену одного деления, и только тогда будет понятно, сколько весит грейпфрут. Это как раз задача, такие жизненные задачи. Ну и вторая задача. Обратите внимание, нужно подобрать такой же лимон, который будет вот к первому и второму, будет примерно такой же. Мне очень нравится. Это методист наш по математике, Екатерина Дмитриевна Зубкова. Рекомендую вам посмотреть ее вебинары, Олега Андреевича, Литвинова, нашего методиста по физике, и всех наших методистов, которые работают здесь. Она обратила мое внимание. Вот посмотрите, какое значение величины показывает каждый спидометр. И я думаю, ну что ж тут ничего особенного. А нет. Цена деления вот третьего спидометра отличается от цены деления первого и второго. В этом-то собственные задачи. И это задачи, которые нам приходится решать в жизни. К опыту естественно-научной грамотности. Я выбрала из сборника задачу, которая мне очень нравится, потому что я люблю собак. Обратите внимание, есть рисунки с позами собаки. И есть задача. Нужно соответствие найти, посмотреть, где у нас выжидательное состояние, где дружелюбное настроение и так далее. И вот смотрите задачи. Нужно объяснить Володе, условия задачи предлагаю вам прочитать. Нужно объяснить Володе с позиции старшего брата Тёмы, почему собака оскалилась и зарычала, когда Володя взял палку. Вот такие задачи на естественно-научную грамотность. Опыт финансовой грамотности. Как нам этого всем не хватает? Вообще есть уже предмет, есть учебник, так он и называется, финансовая грамотность. И у меня один раз пришло в голову принести его на родительское собрание в одну из школ. Потрясающая история, потому что родители сказали, что нам это очень-очень-очень нужно. Почему у нас не было такого предмета? Вот одна из сторон функциональной грамотности, один из аспектов, это опыт финансовой грамотности. Обратите внимание на разделы. Рассуждаем вместе, потому что даётся жизненная ситуация. Обращаем внимание, рассматриваем ответы с оценками, готовы, и учимся оценивать. Каждый, кто выполняет такие задания, должен понимать, за что он получит 2 балла, высший балл, за что он получит 1 балл, и почему он может получить 0 баллов. Хотя он даст ответ, напишет много, но здесь ещё очень важно правильно аргументировать свой ответ. Аргументы и сам ответ могут не соответствовать друг другу, и тогда, конечно, не получается. Вот, пожалуйста, ситуация, акция в магазине, куда более жизненная. Прочитайте, пожалуйста, историю, как перед праздником две девушки пошли в магазин, есть рассуждения, и, собственно, там будет уже и задача. В сборниках, в каждом сборнике три обращения к учителям, к ученикам. Я на слайде привела обращение к родителям, как к родителям, как к участникам образовательного процесса. Обратите внимание и сами решите, насколько это полезно. Ну, во всяком случае, родители понимают, что это полезно на 100 баллов. Задания, которые содержатся в пособии, призваны показать ребенку, как можно вне школы применять и школьные знания, и логику, и здравый смысл, и собственный жизненный опыт. В чем необычность этих заданий? И обратите внимание, как основа текста, это ситуации взаимодействия с друзьями, ситуации, которые связаны со здоровьем, финансами, или проверкой достоверности информации. Вот такие книги. Как вариант развития, в том числе и функциональной грамотности, и развития, может быть, речи своей, и применение этих знаний потом уже в блогах, чтобы дети грамотнее выражали свои мысли, пожалуйста, предлагаю вам в серии внеурочной деятельности рассмотреть, как вариант, такое пособие «Журналистика для начинающих». Блогеры, когда-то журналисты, теперь журналисты, блогеры, это воспринимается одинаково, но тут я не соглашусь. Все-таки есть факультет журналистики, это достаточно серьезное образование, и сложно поступить на факультеты журналистики, и МГУ, и МГУ, и дело не только в таком конкурсе баллов, которые набирают, там самые высокие баллы должны быть, но есть, собственно, такой вот конкурс собеседования. Я знаю это от деканов этих факультетов, действительно, это достаточно сложно, потому что, кроме всего прочего, кроме того, что человек должен быть, конечно, грамотный, эрудированный, хорошо говорить, выглядеть незаурядно, конечно, речь идет еще и о развитии журналистского мышления. Во всяком случае, вот есть такое предложение тоже. Как актуальный, я вам еще раз подчеркну, это еще не все, но все-таки есть и «Я лидер», обратите внимание, нового поколения, и если вы наберете вот в отделе, вебинары Натальи, обратите внимание, Долина, видите, автор, вы получите ее вебинар, вы посмотрите его и поймете, нужна, насколько актуальна именно для вашего ребенка ее книга. Во всяком случае, о лидерских качествах, развитии их, об актуальности развития лидерских качествах говорят очень много. Обратите внимание, вот уже знакомые вам пособия, и вот еще одна книга, называется «Основы инфографики». Инфографика – это тоже тексты. И, знаете, даже запрещающие знаки, которые с помощью инфографики нам преподносят, выглядят не так агрессивно, как надписи «Не сорить», «Не бросать», «Не шуметь». Это тоже особая наука передачи текста с помощью определенных знаков. Ну вот я еще вынесла книгу «Дизайн», потому что я пользуюсь этими текстами для того, чтобы работать с этими текстами. Цитата Александра Сергеевича Пушкина «И в просвещении стать веком наравне». Вот я считаю, что вопросы просвещения, они сейчас очень актуальны. Если семья, родители, папа, мама, активные наши бабушки, дедушки и другие родственники будут понимать, почему так изменяется наше образовательное пространство, почему мы говорим об актуальности формирования функциональных знаний и будут понимать, насколько важны эти функциональные знания для того, чтобы их ребенок был успешен в жизни, зависит и их поддержка. Они повернутся в сторону школы обязательно и будут поддерживать и помогать. Точно так же и учителю необходимо понимание со стороны семьи. Только сообща, мы можем решить вопросы, касающиеся будущего, касающиеся будущего нашего ученика или ребенка. Поэтому, конечно, теперь востребован человек предметно и функциональная грамотность. Хочу сразу сказать, что функциональная грамотность не подменяет предметно. Разумеется, базовые знания – это предметные знания. Если вы рассмотрите, вот есть различные пирамиды, но они занимают только процентов 5 в этой пирамиде, потому что дальше уже идут развития, различные еще аспекты, потому что, в том числе, интеллектуальное развитие – это тоже очень важная история, потому что человек, который может учиться, в какой-то момент опережает человека, который много знает. Во-первых, это вопрос памяти. Сколько можно вместить голова человека? И самое главное – не только эти знания определить себе, я не знаю, ну, как говорят, в голову, но в то же время и грамотно извлекать их именно в нужной ситуации. Вот этого очень многие не умеют. Знакомая ситуация. Вы знаете, я это знаю, но я вот что-то забыл, не могу сейчас вспомнить. Вот таких «не могу» мне бывает очень много, потому что неразбериха. Я не знаю, в какой момент жизни понадобится мне знание. А вот работа с информацией, умение учиться, добывать эту информацию и не тратить на это много времени, конечно, это очень важно. Когда мы говорим, что дети невнимательные, мы иногда неправы, потому что от чему, собственно, внимают дети? Вот то, что им интересно, этому они внимают. Значит, они внимательны. И они могут увлекаться компьютерными играми, просмотром каких-то новостей. Ну вот кто занимается путешествиями? Они могут заниматься спортом. Вот тут они очень внимательны. Вопрос. Если у человека, а это человек, чело века, есть внимание, то куда она уходит, в какой песок она уходит на уроках конкретно? Значит, давайте искать инструменты, давайте искать слова, давайте искать интерактивные идеи, интерактивные какие-то моменты, чтобы вот это внимание вернуть. И, конечно, вопрос оценивания. Ведь кроме этого есть ещё и поддерживающая оценка. Вот уважаемые родители, конечно, поддерживающая оценка это к вам. Поддерживать своего ребёнка и верить в него это наше родительское счастье. И если мы это делаем правильно, дети нас не подводят, как правило, потому что успешным ребёнок, девочка, мальчик, юноша, девушка хочет быть всегда. В чём-то, где-то. Поэтому предлагаю вам это искать. Спасибо за внимание. Я обращу внимание. Так, фамилии авторов книги «Проектная мастерская». Здесь несколько авторов. Наталья, предлагаю вам набрать. Ну, во всяком случае, вот напишите на сайт, можно написать на горячую линию. Вот, если мы сейчас... Ну, вот там несколько авторов, правда. Её находят именно вот по проектной мастерской. Если у вас не получится найти, напишите на... Или вот смотрите, обратите внимание, горячая линия, вопрос. Этот вопрос придёт к нашим методистам. И мы напишем. Там просто их несколько. Вот поэтому и не указано. Так, о презентации, да? Презентация будет... Всё будет в доступе. Уважаемые учителя, уважаемые родители, дорогие учителя, дорогие родители и все наши участники образовательного процесса, руководители, директора, завучи. Я вот сделала такое, скажем, вступление в эту тему. О человеке будем разговаривать ещё в сентябре. И будем говорить уже конкретно о разных аспектах функциональной грамотности. Если у вас есть пожелания, что ещё вы хотите услышать в этом разделе, потому что я понимаю, что тема сейчас вас взволновала, положительно взволновала, спасибо вам за это. Я готова работать вот в том направлении, которое вы мне зададите. Вектор у меня есть, но я готова его поправить. Всего доброго, хорошего вам отдыха, завершения таких летних, замечательных наших дел и хорошего вступления в новый учебный год. Всего доброго.